Здравствуйте, уважаемые зрители телеканала Десна ТВ. С вами в студии Алина Сазонтова. В ближайшие 10 минут о главных событиях города и области. Смотрите в информационном выпуске. Отчетно-выборное собрание ветеранов САЭС. Проект «Бережливая поликлиника» работает в Десногорске. Концерт «Мама, я тебя люблю» в детском саду. Уральский электрохимический комбинат изготовит аккумуляторы для электробусов. Ветераны-атомщики занимают одну из самых активных позиций в Десногорске. Они участвуют практически во всех общественных мероприятиях Смоленской АЭС и нашего города. Ветеранская организация САЭС по итогам 2016 года признана лучшей во всей атомной отрасли. 5 декабря они на собрании подводили итоги своей работы. О результатах мы расскажем в нашем сюжете. Ветеранская организация Смоленской атомной станции – самая многочисленная в концерне «Росэнергоатом». Она неоднократно признавалась лучшей среди организаций атомных станций. А это говорит о том, что активно и слаженно работает Совет ветеранов. 12 декабря в ЦСУ «Нитрино» делегаты от ветеранов-атомщиков собрались, чтобы заслушать отчеты о работе за прошедшие 5 лет. В работе конференции принимали участие председатель отраслевой ветеранской организации Виктор Черкасов, заместитель директора станции Анатолий Терлецкий, председатель профсоюза Смоленской атомной электростанции Юрий Кузнецов, городскую администрацию представлял заместитель главы Александр Новиков. Перед собранием о своей деятельности отчитались председатель ветеранской организации Раиса Злокоманова и представители рабочих комиссий совета. По результатам отчета работа Совета ветеранов Смоленской атомной станции была признана удовлетворительной. Как работает эта организация, так оценивает и эту работу, так и когда выбирают людей, достойных людей выбрали в новый состав Совета. Но если хорошая ветеранская организация, хорошая работа, значит все идет по-доброму, люди понимают друг друга, взаимопонимание полное. По регламенту делегаты избрали новый Совет в составе 10 человек. В свою очередь Совет в очередной раз полномочиями председателя наделил Раису Злокоманову. С начала зимы стартовал тематический опрос предпринимателей Смоленской области. Его проводит агентство стратегических инициатив. Цель исследования – оценить, насколько качественно органы власти работают для улучшения условий ведения бизнеса в регионе. В рейтинге оцениваются такие направления работы, как государственное регулирование предпринимательской деятельности, качество инфраструктуры и ресурсов, система поддержки малого предпринимательства. В национальном рейтинге регион занял 31 место, поднявшись сразу на 49 позиций. В Смоленской области уровень трудоустройства населения вырос и составляет 67%. Из 33 тысяч человек, которые обратились в службу занятости в поиске работы, трудоустроены более 22 тысяч. По сравнению с началом года численность зарегистрированных безработных граждан в области уменьшилась на 23%. Снизился и уровень регистрируемой безработицы. Бережливая поликлиника – совместный проект Министерства здравоохранения Российской Федерации и Госкорпорации «Росатом». Его цель – оптимизация работы поликлиник, снижение времени пребывания в учреждении, разделение потоков пациентов и упрощение записи на прием к врачу. В этом году проект стартовал в медико-санитарной части 135. Наша съемочная группа побывала на собрании совместной рабочей группы МСЧ и Смоленской АЭС. На данный момент к бережливой поликлинике присоединилось 99 медицинских учреждений в 37 регионах страны. Очереди в регистратуре и на сдачу анализов – общая проблема всех российских поликлиник, и решать ее необходимо при помощи унифицированной схемы. Такая методика нашлась в Госкорпорации «Росатом». Эта методология именно внедрения улучшений, она фактически была опробирована в отрасли. И как хороший результат такой работы была представлена на более верхнем уровне, на уровне правительства Российской Федерации, на уровне президента Российской Федерации. Было одобрено для внедрения в других отраслях. Несколько месяцев над внедрением проекта в МСЧ-135 Десногорска работает специально созданная группа медиков. Смоленская атомная станция подключила к процессу специалистов проектного офиса в качестве экспертов. У атомной станции большой опыт по внедрению улучшений в производство. Специалисты атомной станции исследовали проблемы в работе подразделений поликлиники и разработали программу по их устранению. Внедрение улучшений начнется, что называется, с порога. Поликлиника начинается, естественно, с регистратуры. И когда вы приходите в регистратуру и видите большое количество людей, некую неразбериху, какую-то напряженность, то всегда хочется, чтобы здесь какой-то наступил порядок. Порядок, чтобы люди пришли в комфортных условиях, попали в регистратуру, дальше также комфортно попали к врачу, чтобы это заняло минимальное количество времени. Именно этот процесс наладить, отшлифовать его, сделать комфортным, удобным, призван проект. Программа улучшений коснется работ по забору крови и клиника диагностической лаборатории. Сейчас ведутся закупки оборудования, в новых кабинетах ведется ремонт. Заработает проект «Бережливая поликлиника» в Десногорске уже в этом году. В Смоленске задержали 18-летнего парня. Он занимался продажей наркотического средства, амфетамина. Возбуждено уголовное дело. За незаконное производство, сбыт наркотиков, Смолянину грозит лишение свободы на срок до 20 лет. Утром 6 декабря в Десногорске произошел несчастный случай. 53-летнему водителю Киа внезапно стало плохо с сердцем. Он умер во время движения, после чего его автомобиль врезался в припаркованный Ford Transit. Детский сад «Ласточка» стал победителем проекта «Семьей дорожит, счастливым быть» в рамках международного грантового конкурса «Православная инициатива». По этому поводу дети, педагоги и родители устроили праздничный концерт «Мама, я тебя люблю» и посвятили его всем женщинам, которым выпала честь быть мамой. 30 ноября в Детском саду прошел праздничный концерт. Воспитанники сада читали стихи, пели песни, показывали театральные постановки. Настоятель нашего храма, протеерей Виталий Сладков, пришел поздравить всех матерей с праздником. Я хочу всех вас, дорогие мамы, поздравить с этим замечательным праздником. Пожелать вам радости, ваших детях. Наверное, это самое дорогое для нас, когда мы видим, что они не только подрастают, становятся старше, заканчивается время пребывания в детском саду, уходят они в школу, затем в институт и так далее. Но когда вы будете видеть, что из них действительно растут хорошие, замечательные люди. А почерпнуть эту прекрасность, они, конечно же, могут где-то, только в семье. Потому что, глядя на маму, глядя на отношения отца с матерью, детки учатся быть такими же. Я хочу пожелать, чтобы в ваших семьях были всегда красивые, прекрасные, добрые, замечательные отношения. Заведующая Любовь Бойкова и Протеерей Виталий Сладков вручили родителям иконы Пресвятой Богородицы и благодарственные письма за активное участие в проекте. И хотелось бы пожелать творческому коллективу нашего детского сада успехов в реализации этого проекта и, конечно же, новых побед в будущем. 12 декабря в Смоленске в культурно-выставочном центре откроется выставка «Микроминиатюр». Посетители смогут увидеть рисунки на зернах, надпись на волосе и растения в смоле. Экспозиция состоит из 30 уникальных работ Владимира Анискина. Все микрошедевры он создает вручную. Каждую работу можно рассмотреть с помощью увеличительного стекла. Посетить выставку можно до 11 февраля. Специалисты Уральского электрохимического комбината, входящего в структуру Росатома, готовы превратить троллейбусы в электробусы. Благодаря неядерной продукции предприятия наземный электротранспорт станет более мобильным и будет способствовать решению транспортных и экологических проблем «Мегаполисов». Это «Мегаполис» – новый троллейбус со стильным дизайном, обладающий плавным бесшумным ходом, оснащенный системой кондиционирования и розетками для подзарядки смартфонов. Но главное его отличие от старших рогатых собратьев – возможность автономного движения без подключения к контактной сети. При необходимости контактная сеть покидается, и троллейбус может двигаться как автономный электромобиль, электробус – перевозить пассажиров в тех местах, где не оборудована контактная сеть. Это дает возможность городу иметь продолжение маршрутов без дополнительных вложений капитальных средств на устройство контактной сети. Способность передвигаться самостоятельно троллейбус приобрел благодаря литий-ионному аккумулятору. Заряда батареи хватает на 50 километров свободного хода, а чтобы его восполнить, достаточно снова поднять штанги к проводам и продолжить движение. Эта так называемая динамическая подзарядка позволяет существенно сэкономить бюджетные средства, так как не требует создания специальной зарядной инфраструктуры на конечных пунктах маршрута. Накопители энергии с возможностью восстановления заряда от контактной сети производят на одном из предприятий Росатома – Уральском электрохимическом комбинате. Пару лет назад их успешно применяли только для внутренних нужд – на электропогрузчиках и электротележках. Сегодня производство литий-ионных аккумуляторных батарей стало новым неядерным бизнесом УЭХК. Мы сейчас с одной из фирм проводим модернизацию накопителей энергии, которая здесь стоит, и в дальнейшем планируем с улучшенными его характеристиками поставлять на ЗАО «ТРОЗа». Серийное производство этих накопителей будет у нас. Ну, значит, соответственно, они будут стоять во всех троллейбусах, выпускаемых троллейбусами. Троллейбусы, оснащенные литий-ионными аккумуляторами, уже прошли тестовые испытания в ряде городов России и за рубежом. Положительные отзывы об автотранспортном средстве в целом и о накопителях энергии в частности дают основание руководству Уральского электрохимического комбината ставить амбициозные цели до конца 2018 года увеличить выручку от неядерного бизнеса минимум в три раза. Это все новости на сегодня. С этими и другими событиями вы можете ознакомиться на сайте нашего телеканала desnadefistv.ru. Спасибо за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова